всем привет на канале old dutchman сегодня у нас с вами вновь будет тема мигрантов в германии и я хотел бы вам показать маленькое видео на котором и так все ясно без объяснений но статья относилась к этому происшествию как просто человеку 30-летнему уже и имя его не называют страну из которую приехал в германию не называют просто говорят что вот один 30-летний хотел зайти в пивной бар но его не пустили он начал возмущаться он начал кричать начал ругаться выскочил на улицу схватил брус деревянный и начал разбивать лобовые стекла машинам проезжающим по дороге разбил стекло лобовое одному бмв которая стояла на стоянке на этой дороге люди вызвали полицию полиция приехала и вот что интересно он подбегает к машине полицейской и разбивает им лобовое стекло вопрос почему полиция сразу же его не усмиряет почему полиция кричит ему успокойся брось палку мы с тобой хотим поговорить это о чем разговаривать с таким человеком находящимся в состоянии белой горячки по-другому это не назовешь этому вопросу мы еще вернемся журналисты пишут вот его не пустили в пивной бар скажите а у вас допустим в стране не неважно белоруссии молдавии в киргизии в туркменистане в питейное заведение пускают вот так вот раздетого до гола человека только в одних штанах пьяного кричащего ругательства оскорбления людям находящимся вокруг него и не имеющим к нему никакого отношения у вас пускают таких вот неадекватов в забегаловке или рестораны я думаю нет здесь его не пустили но журналисты вот так мягенько обошли вот эту вот тему мигрантов для того чтобы больше не разжигать антииммиграционных настроений у людей у населения и сказали что вот его не пустили и он решил излить свою вот эту вот агрессию на стоящие рядом машины и на полицейских но полицейские применили против него шокер применили шокер после того когда обычные граждане обычные люди которые проходили по улице которые видели как этот дебошир как этот неадекват в состоянии белой горячки кто что он он был пьяный и скорее всего он мало то что он пьяный может быть он еще обкурился какой-то дряни и хотел догнаться в этом пивном баре вызвали полицию пока приехала полиция люди смотрели как полиция пытается его успокоить и решили взять дело в свои руки просто-напросто прижали его к стене схватив его за горло обезвредили его швырнули его на землю и вот тогда полиция взялась за свою работу и вот тогда полиция уже применила к нему электрошокер вопрос если его простые граждане просто так заломали и скрутили ему руки на хрена применять уже электрошок вот вам пример того как у нас здесь относятся к мигрантам якобы беженцам с различных африканских стран с ближнего востока или вот как у меня 21 мая было видео про вот этого палестинского мигранта я просто не понимаю у нас вот это вот политика демократического государства которое пытается быть хорошим абсолютно для всех почему-то перенаправлено в противную сторону против собственного населения если к примеру кто-то из людей на улице обзывает кого-то или еще что-то его тут же заволакивают в полицию и заводят на него чуть ли не уголовное дело за вот этот вот средний палец на руке 1200 евро штрафа просто человеку если какой-то мигрант это показал нужно у него другая культура он но он не понимает наших законов и порядка и все то есть если немец такой палец покажет немца могут посадить на несколько суток фирму или приговорить к большому денежному штрафу если мигрант такое покажет у него другой менталитет у него другие понятия мы должны с этим считаться мы не должны с этим считаться и поэтому люди вот в этом видео которое я вам показывал посмотреть еще раз решили взять в свои руки вот это вот дело успокоить этого дебошира и сдать его полиции они поступили правильно они поступили действительно как сознательные граждане того государства в котором они живут традиции культуру которого они чтут и берегут но вот вам один как-то пример у нас был в городе лет по моему давно лет 15 назад что ли может чуть больше в одном из частных дворов между домами сидели студенты что-то там пили бухали веселились орали нарушали общественный покой люди вызвали полицию и случился инцидент один полицейский поступил согласно инструкциям со своим табельным оружием когда этот студент уже в состоянии почти приближенном к состоянию белой горячки начал бросаться на всех с огромным кухонным тесаком порезал одного своего соседа порезал второго своего соседа полиция все еще бездействовала крича успокойся или мы сейчас начнем стрелять успокойся успокойся он начал бросаться на полицейских вместо того чтобы его усмирить его скажем так аннигилировать на они начали отбегать в стороны угрожая ему оружием один из них один из сотрудников полиции просто-напросто выстрелил в воздух и сказал следующий выстрел будет направлен в тебя этот студент бросился с тесаком на этого полицейского результат этот студент был убит к примеру в америке если вы угрожаете полицейскому блин все если вы пытаетесь убить полицейского полицейский имеет полное право вас уничтожить что же у нас произошло у нас после того как полицейский убил этого студента сразу же на следующий день все студенчество чуть ли не всей баварии встала на забастовку встала на баррикады против полиции против государства они не хотели понимать что вот этот вот студент уже нескольких человек порезал и хотел убивать людей дальше того полицейского уволили конечно с работы сразу его уволили потому там тянулось дело закончилось это тем что его просто отстранили и потом свели на то что он действовал все-таки в рамках своих инструкций поэтому сажать полицейского в тюрьму нельзя хотя можно было все-таки с этим студентом как-то договориться как вы можете договориться с агрессивным алкоголиком в руках которого находится тесак точно также с вот этим вот идиотом в состоянии белой горячки с этим мигрантом который начал разбивать стекла на машинах угрожая людям расправой как его можно было успокоить его в принципе успокоила толпа ну не толпа несколько человек проходивших по улице они его успокоили усмирили если бы полиция не вмешалась они бы его отметили ли так что он забыл бы где он родился и куда он приехал ну а местному населению полиция относится более строго более строго но вот такие вот двойные стандарты вот такая двойная мораль но все таки они затихают потому что им начинают постепенно отказывать многие всякие вот эти вот учреждения отказывают им то в приеме беженцев вернее в выдаче бумаг утверждая удостоверяющих их статус беженца или отказывают им в каких-то социальных пособиях или еще в чем-то вот они и бесятся вот они и бесятся и чем больше таких вот граждан бесятся тем хуже настроение среди населения многие люди к примеру избивают политиков за то что они вешают свои предвыборные плакаты на улицах на столбах ну а зачем избивать люди зачем избивать политиков вывод подумайте вы идете на улицу видите в какой-то политик неважно в какой-то партии которая вам не нравится вешает свой предвыборный плакат на стол вы ловите этого политика срываете его плакат и избиваете политика за что что он вам сделал если вам не нравится то как правит наше правительство в стране избирайте других но зачем избивать тех политиков которые еще не вошли в это правительство и по сути не имеют никакого отношения к тому бардаку который устраивает сегодняшнее современное правительство в германии я вот этого не пойму хотите чтобы у нас был порядок избирайте тех кого считаете нужным избирайте но не надо бить тех людей политиков которые вешают свои плакаты на улицу или стоят делают свои стойки и обращаются к прохожим на площадях или во многих частях старых городов с призывом голосовать за них мне например ужасно не нравятся зеленые или вот свободные демократы но это не значит что я буду ходить срывать их плакаты или бить им пятаки если я увижу их на улице нет конечно нет конечно я просто не буду их избирать я буду своим знакомым всем говорить что пожалуйста вдумайтесь посмотрите какому бардаку какому хаосу они привели за эти 34 года страну и если вы будете за них голосовать то мы валимся в еще большую экономическую пропасть чем в которой сидим сейчас вот так вот надо делать нужно избирать правильных политиков а не избивать тех которые хотят прийти к власти это неправильно и единственный вариант избавиться от этих вот нелегальных мигрантов устраивающих здесь свои дебоши демонстрации с требованием создать на земле германии государства халифат законами шариата или заставить абсолютно всех женщин ходить здесь в паранже и в хиджабах чтобы все мужчины по германии ходили с бородой чтобы зачем вот это вот это вот зачем вот благодаря сегодняшним правительствам у нас такой бардак так вот для того чтобы не было такого бардака нужно избирать правильных людей а не избивать на улицах тех политиков которые хотят что-то изменить просто вдумайтесь вот и все что я хотел на сегодня сказать опять так вскользь о политике ну и о миграционном вопросе не забудьте подписаться на канал поделиться видео с друзьями лайк колокольчик и всем удачи пока